Субтитры сделал DimaTorzok Вьетнам это открытая для туризма страна Открытая не то, что там можно по туру приезжать и открыто выявлять свои желания и прочее Открытая для самостоятельных путешественников В том числе Кто может сам идти по дороге, ехать куда захочет и интересоваться всем, что происходит вокруг Да, но еще, кстати, если вы попадаете на какие-то официальные приемы, тут все меняется в противоположную сторону Но об этом мы расскажем позднее Открытость нас лично удивила в том, что ты идешь по дороге, видишь какой-то интересный очень объект Который тебя заинтересовал необычно построенный дом или какую-то фабрику, от чего непонятно И ты можешь прям зайти туда и спросить, что здесь делается, как И люди, если даже не говорят по-английски, по-русски, они тебе расскажут на своем языке Или жестами Либо скажут Нам будут жестами показывать, а вот это делается то, а вот это делается это Таким образом можно, например, попасть на кирпичный завод или на маленькую фабрику по производству кофе семейную Что мы вам сейчас и покажем Пойдем в фечку Судя по всему, это смесь глины с крупным песком Судя по всему, это смесь глины с кирпичи Судя по всему, это не смесь глины с кирпичи Здесь кирпичи попадают внутрь Раз Раз Готовы? Готовы? Осторожно. Сейчас мы с тобой эту кучку разгрузим. Там она подается, здесь она вымешивается и сжимается. Там отдельным блоком еще подается вода. И отсюда вылазят кирпичики. Здесь производство, скорее всего, производит владелец фабрики Иван. Иван Синицын. А отчество у него Николаевич. Ванек. Ну что, купим? Пару, тройку. Кирпичных заводиков? Кирпичных заводиков. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вообще после обжарки зерна кофе увеличиваются в размерах Субтитры создавал DimaTorzok А вот той лопатой они мешают Вот лопата Добро пожаловать в Казахстан! Зовут их Наташа и Олег Наташа и Олег Они приехали с целой делегацией По вызову вьетнамской какой-то... По культурному объекту? Да, и у них было несколько концертов На один из которых мы попали И там мы увидели очень много чего необычного Во-первых, я первый раз побывала на их выступлении В Иркутске мы никак не могли добраться и попасть к ним И это вообще кайф, потому что играют они здорово Во-вторых, мы увидели такую прослойку вьетнамского населения Которую бы мы в жизни не увидели, путешествуя по дорогам Да, те, кто ходят в рестораны Так мало того, еще какие-то культурные деятели И мы увидели настоящий вьетнамский коммунизм Где речи подготовлены Все проверяется, прежде чем это идет в оборот Но помимо этого мы еще увидели, как вьетнамцы любят русскую культуру Они знают русские песни наизусть В отличие от нас Ни одну, ни две, а несколько Да, много-много И сами заказывают и просят песни Подмосковные вечера, Калинка-малинка Катюша черная Очень черная Темная ночь И это очень необычно Смотреть, как вьетнамцы зажигают и поют русские песни На этот вечер мы попали совершенно в другую реальность И назвали ее Русский вечер Русский вечер Казалось, что весь Вьетнам в гостях у нас, у русских Русский вечер Субтитры создавал DimaTorzok Вьетнаме имеются настоящие дюны Дюны, да, это было настолько необычно Песчаные дюны, ровные, как в пустыне Да, мы таких морок не видели Со звуком перебегающих песчинок под ветром Колючим, вот, и в этих дюнах так интересно бегать Резвиться просто И падать Падать, кататься, закапываться в песок Песок теплый А для тех, кто любит живопись Это еще имеет кучу плюсов Потому что оттенки и цвета В этих песках просто какие-то нереальные Особенно на закате Да Или рассвете Да, ну вот где-то на границе Перехода дня и ночи Вот И само побережье, вот, в районе Муйне и там и на юге Очень интересно тем, что люди в основном живут рыбным промыслом И вообще промыслом всяких морских животных Там можно увидеть, допустим, если ты не поленишься и встанешь пораньше утром То можешь попасть на самую толкучку на рыбном рынке И там тогда видно, кто что наловил А ловят совершенно разные Каких-то немыслимых крабов Каких-то немыслимых рыб Маленьких, больших, цветных, серых Всяких разных, зубастых Ракушек, столько видов ракушек Вот, все их тут же разделывают Все их тут же рубят, чистят И продают Ну, торгуются И это очень интересно наблюдать Потому что на рынке мы видели только одних мест И тем временем на берегу женщины разделывают ракушек Это тоже необычно Целый процесс Во-первых, их много Они сидят под жарким солнцем Под навесами И шелестят раковинами моллюсков Это очень необычный звук Послушайте сейчас В нашем, кстати, саунд-трипе Офигнальный Шелест будет Он есть уже Характерный А, есть Характерный знак Характерный звук для побережья Вьетнам А, кстати В Вьетнаме же популярна такая приправа Как мелкие толченые сушеные рыбки Так вот Именно на юге можно увидеть, как ее готовят А готовят ее очень просто Эту рыбку вылавливают Рассыпают потом Просто раскладывают на дорогах На асфальте На подъездных территориях В любой ровной чистой поверхности Относительно чистой Можно даже не ровной Относительно чистой Относительно ровной Вот И эта рыбка сначала Протухает немножко Воняет Воняет страшно Потом она подвяливается И потом ее собирают Собственно А женщины ходят Ее перемешивают Переворачивают Обычными вениками Просто прям по ней Ходя И подметая ее Вот Мне кажется, его будет интересный клуб Вьетнама Горная часть В частности, город Бон Матуот Именно там еще до сих пор Местным жителям Которые коренные И занятие, которое для них исконное Им до сих пор разрешают охотиться на слонов Но охотиться не убивать А чтобы использовать в качестве рабочей силы Но тем не менее Эти нормы по отлову слонов Сильно сейчас ограничены И в основном слоны работают с туристами Они их катают Катают по озерам плавать с ними Вот Мы просто их там трогали Один раз слон Меня взял за руку хоботом И потянул очень сильно к себе Я немножко испугался Дернулся Вот Еле вырвал свою руку И так бы он ее мне, наверное, и оторвал Он просто хотел поиграть, скорее всего Да, он просто соскучился На самом деле Таис сидит на цепи Извини, перебью И он настолько грустный Все слоны, которых мы там видели К сожалению, спрокатные И они очень грустные Им живется нелегко Так что Дикие свободные слоны В этой провинции Может быть, наверное, уже прошло Единственный звук, который мы записали Это Шаркающие ноги старого слона Абасарь Также Эта провинция Знаменита тем, что В ней находится Крупнейший водопад Итнама Вот Он крупнейший Он не по высоте И по разумаху А по Ну, сбросу воды По количеству сброса воды Вот И Мы там побывали Да Но на самом деле Не впечатлились Все туда выходят на шашлычок Как говорится Пикничок На пикничок и шашлычок Что Катры разводить нельзя Народ там Мусорить тоже Да Народ там активно мусорить Мусор бросает Вот так Либо прям Водопад И после каждой семьи Остается гора Гора мусора Стеклянные банки Бросают прям Ну, лучше Немножко Проехаться дальше И там будет Дикий водопадик Те никого нет Но мы вам этого не говорили Да И он совершенно потрясающий Потому что Во-первых Там очень Необычный рельеф Там как будто бы Вот разлом В земле И вода Чет просто Вот прямо Собирается разлом Непонятно откуда И огромными Огромными Такими потоками Это очень Вырывается из земли Из скалы Через джунгли И это Впечатляет Впечатляет. Потрясающе. Там мы провели замечательный денёк. Ну, было хорошо. Да. Море, конечно, там нет в глубине, но есть масса интересного и очень необычного. Там стоит побывать. Да, там стоит побывать и вообще увидеть, какой вообще вьетнам ещё бывает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Так что если кто в каком автобусе найдет Фонарик Pedesорский ПЕСЭЛЕФСКИЙ ТАКОЕМ Скажите нам Оверните обратно Здесь очень трудно жить До встречи в Камбодже В следующей серии ПЕСЭЛЕВСКИЙ СЕРВ trat C%. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok